всем привет сегодня у меня слегка внеплановое видео я собирался снимать серию видео порядку сначала про rest api потом про стриминг в open api и тинькофф инвестиций но вчера пришел один из читателей попросил пример подключения к open api по вебсокету то есть через стриминг ну я подумал собственно если человеку нужно почему бы нет это не долго и просто поэтому встал сегодня с утра набросал такой простенький пример это не отменяет того что мы вернемся к теме работы по веб-сокету с тинькофф инвестициями open api чуть позже а сегодня просто простой пример работы с ним как все можно сделать на скорую руку без сильных подробностей просто для знакомства и чтобы удовлетворить спрос моих читателей поэтому подписывайтесь и дальше будет больше скакали я использую неофициальный sdk тинвест от достатью они мы говорил предыдущих видео посмотрите их если еще не смотрели в этом sdk есть два примера работы со стримингом один попроще вот такой примерчик и один пример посложнее по большому счету у них все что нужно написано все на самом деле крайне просто вот но я сделал свой пример такой даже какую-то стратегию здесь придумал конечно гипотетическую чтобы было что показывать для того чтобы в принципе разобраться как работает стриминговое подключение к вот сокета работы с окна напитников инвестиций хорошо конечно разбираться с такими темами как асинхронное программирование на питом вот это было бы неплохо но можно обойтись и без него если большая часть кода просто копипастить как я поступил сегодня я вообще не очень сильно силен в асинхронном программировании как в питом так и вообще как по жизни мне он практически не нужно было вот поэтому не ругайте за какие-то возможно неправильное определение крутины вот это все вот если вы хотите погрузиться вот парочку ссылочек я вам кинул о первых официальной документации по асинки и есть статейка на хабре тоже поможет нам забраться в этой системе но это необязательно чтобы начать работать с open api тиньков инвестиций по вот сокета не нужно все это просто чтобы разобраться более подробно вот структура простая сразу пример берем предположим моя стратегия такая у меня есть набор бумаг вот этот список фигис который я составил здесь помог 9 бумаг я хочу написать код который будет отслеживать стакан этих бумаг и если в этом стакане количество скажем продаваемых количество продаж значительно превысит количество покупок был посылать мне сигнал ну например там в telegram сообщением чего продавай и наоборот если количество заявок на покупку этой бумаги будет сильно превышать количество заявок на продажу до списать сообщение там покупать в общем такая идея простая что для этого нужно сделать основная магия вся происходит вот этой функции асинк деф-мейн крути на это все еще называют хозяйство которую мы запускаем из основного кода с помощью пакета асинки и метода его ран где передаем саму функцию в этой функции мы создаем поток асинхронный от из пакета те инвест методом стриминг куда передаем наш токен в данном случае я использовал токен песочница тинькофф инвестиций опы на пи предыдущих видео я использовал биржевой токен здесь песочница на всякий случай потому что вдруг потом захотел бы что-то там потестировать покупки какие-то создаю поток событий и в этом потоке событий мне нужно подписаться сделать подписку на какие-то события то есть у опы на пи есть события на которые можно подписываться через веб сокет в потоке то есть это не та ситуация когда мы пары стопе допустим отправляем запрос ждем ответа получаем ответ и что-то с этим ответом делаем здесь по-другому происходит здесь мы на сервер у пана пи отправляем заявку мол тип ребят мне интересна информация по какой-то бумаги как она у вас эта информация будет так вы мне присылаете и веб сокет остается открытым и когда у серверов у пана пи появляется какая-то информация они мне в этот сокет кидают эту информацию а у меня соответственно висит поток который ждет эти события согласно документации тинькофф инвестиции open api мы можем создать шесть таких веб сокет tcp api соединений которые могут находиться в ожидании и ждать какой-то информации по нашим подпискам это лимит больше мы создать не можем в рамках одного tcp соединения мы можем подписываться на три типа информации в документации open api тинькофф инвестиции есть такая штука в раздел протокол стриминг здесь у нас есть те подписки на которые мы можем оформить подписку это свечи это стакан и информация об инструменте у каждого из них есть по два метода подписаться и отписаться subscribe и он subscribe и все то есть мы через веб сокет не отправляем никаких заявок мы просто подписываемся на некий поток информации который нам отдает open api свечки это обычный по сути график который мы можем видеть в терминале здесь у нас есть данные по свечке открытие максимальное минимальный объем торгов и время свечки при этом при оправке подписки при оформлении подписки мы можем задать интервал для свеч минутки пятиминутки часовки там и так далее затем у нас есть стакан это метод order book стакане мы можем подписаться на бумагу по ее фиге и указать глубину стакана который нас интересует возвращать мы соответственно будем получать в пейлоуде заявки беды и яски и информация об инструменте она может быть полезна чтобы узнавать работает ли вообще инструмент и ждать когда он наконец торговаться начнет допустим там выходные еще какие-то ну и какую-то информацию по данной бумаге все то есть в потоке стриминги в веб сокете это все что мы можем делать то есть можем подписаться на какой-то поток информации ждать нужного нам ивента получить ивент обработать этот ивент ну типа тот лет ивент что мы ждем и какие данные они нам отдали и потом уже по стримингу совершать сделки допустим и посылать сигнал каким-то образом ну вот то есть это вот таким то образом работает а теперь давайте вернемся к коду и итак у нас создан один сокет открыт в нем создан поток в рамках одного потока я могу подписываться на разные события то есть я могу подписаться и на свечки могу подписаться на информацию об инструменте им стакан а вот пред нас подписываются не на одну бумагу в рамках одного потока сразу на множество бумаг на на множество, соответственно, свечек, на множество инструментов. В официальной документации не указан конкретный лимит количества подписок в рамках одного сокета и не указана точная информация о том, на сколько бумаг я могу подписываться в рамках одного потока, но в разделе «Ошибки» у Тинькова написано, что если подписок на инструменты очень много и сервер не успевает, то рекомендуем подписываться на 30 бумаг. Ну, то есть, лимит такой неофициальный, мягкий лимит. Если мы будем успевать отдавать вам инфу, то мы вам будем отдавать. Если нет, то мы разорвем соединение, а дальше паритесь с этим. Такая вот схема. В моем примере я создал массив из фиги, 9 бумаг, создал, соответственно, крутинку, создал поток и потом просто в генераторе создал подписку на каждую из бумаг, которая мне интересна с помощью метода subscribe класса orderbook глубиной в 3. Можно было здесь просто в цикле все это сделать, for и так далее. Ну, через генератор сделал, в общем-то, вот. Что происходит? Я подписался на стакан по каждой из вот этих 9 бумаг выше. И когда по этим бумагам... Давайте, кстати, покрупнее сделаем. Да, вот так будет получше видно. То есть, я подписался вот в этом генераторе на события стакана по всем бумагам. Поток у нас висит. Подписка оформлена. Когда OpenAPI присылает мне информацию по нужной бумаге, то мы ее видим вот в этой части нашего кода. Это ивент, который нам присылает OpenAPI. Я проверяю в этой части кода, что если это ивент orderbook, на который мы подписываем, а по сути здесь может быть либо он, либо ошибка, но в принципе у нас могли бы здесь быть подписки, допустим, на свечки какие-то. В этом случае я бы разбирал бы... Ну, это, кстати, пример в DaxArteo, который там, где стриминг из Handles, по сути. На него можно было бы посмотреть. Вот, то есть, когда я вижу, что это нормальный ивент из стакана, то я отправляю содержимое присыланого ивента, где будут все вот эти наши биды ASCII стакана, я отправляю в функцию Normal. Если же это другой какой-то ивент, в данном случае я не подписан ни на какие другие события, то, вероятно, это будет ошибка. Здесь я просто бросил исключение, но вообще по-хорошему, если бы делать код, то здесь нужно было бы сделать функцию для реконекта потока. То есть, перезапуска всего этого хозяйства. Здесь у нас асинхронная функция по обработке присыланных данных. Вы можете запринтить payload. Вот так вот посмотреть, что у нас здесь приходит. Здесь у нас приходят, собственно, имя бумаги, глубина стакана, биды и ASCII. При этом у нас идет, первым идет цена и объем на каждую глубину. Здесь я сделал два генератора. Это просто пример реализации той стратегии, что я вам описывал. В строке такая, для примера. То есть, я просто собираю все биды и все ASCII, суммирую их. И если количество бидов больше, чем количество ASCII, то я посылаю сигнал, допустим, в Telegram себе прислал продавай, в обратной ситуации покупай. А если у нас биды и ASCII не больше, чем друг друга отличаются, не больше, чем в два раза, то мы это событие пропускаем и ничего с ним не делаем. Такая вот идея. Соответственно, при запуске это выглядит вот таким вот образом. То есть, наше приложение остается висеть в памяти и присылает сигналы по мере реализации нашей стратегии. Мы можем это выгрузить на сервер куда-то, повесить сюда какие-то веб-хуки. И все это будет болтаться в автоматическом режиме и работать. Главное не забыть реализовать. Реализовать сюда реконект при ошибках. И все будет работать. Такая вот схема по работе с потоками. Ничего тут такого сложного нет. Ток в лимиты нужно постараться не упираться. Тем более, это не сильно документировано. Про синхронное программирование я сказал. Ну, вроде бы все. Для неочередного видео, я думаю, достаточно. Весь код, как обычно, будет у меня в блоге, в статье. Если что-то я сказал не так, смело меня поправляйте в комментариях. Если есть какие-то вопросы, пожелания, пишите. Видите, я стараюсь удовлетворять ваши пожелания. Подписывайтесь, лайки, дизлайки. Ну, вы знаете, что делать. Спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok